Итак, давайте поговорим про доллар. Что у нас происходит с долларом? Естественно, на таком ажиотаже доллар начал расти. Это понятно. Люди, выстраиваясь в очередь, покупают доллар. Здесь давайте поговорим. Любой обзор инвестиционных инструментов будем рассматривать с позиции спроса и предложения и разумности. Доллар. Смотрите, доллар рассматривать с позиции финансовых моделей бессмысленно, потому что доллар по классификации Warren Buffett не является коммерческой коровкой. То есть вы на долларе можете заработать только исключительно спекулятивно. То есть купить его дешевле и продать его дороже. Я вам много говорил уже о недостатках такого класса активов. И, соответственно, вы работаете на дисбалансе спроса и предложения. То есть если все хотят купить доллар, цена доллара начинает расти, и вы на этом зарабатываете. Причем зарабатываете путем продажи части активов. И наоборот. Если возникает большое количество желающих продать доллары, то в этом случае получается, что цена на доллар непосредственно падает. Плюс дополнительным фактором, который влияет на курсовую цену, являются цены на сырьевые товары. Которые, там, энергоресурсы, которые Россия поставляет, и иные, там, металлы, металлопрокат, руда, удобрения, уголь. 100 долларов за баррель, 100 рублей за доллар, это говорит о том, что сейчас бочка нефти в рублях стоит 10 тысяч рублей. Бюджет бездефицитный, российский бюджет. Ну, это к вопросу о том, что я помню, опять вопросов было много. Быстро глазами просмотрел, грозит ли России дефолт в следующие три года. Еще раз, бездефицитный бюджет, бездефицитный бюджет, при стоимости барреля нефти в рублях 2500 рублей. По счету торговых операций, при такой цене доллара и при такой цене на сырьевые товары, бюджет значительно профицитнее. И опять, получается, начинают продавать облигации федерального займа, потому что рейтинговые агентства снизили кредитный рейтинг России. То есть количество рублей, которые будет получать государство по курсу нефти, там, 100 долларов за баррель. А если будет развиваться там санкционное давление, то Россия может частично ограничить объемы поставок сырья. И таким образом управлять своей ликвидностью еще там текущая операция, чтобы расплачиваться со своими инвесторами. То есть Россия при долге к ВВП страны, составляющей там в районе 20-30%, которые легко структурируются, которые не привязаны к валетному курсу, по большей части оплатятся в облигациях федерального займа. Ставят мусорный рейтинг, ну, называя его, потому что риски возникли, извиняюсь за свой французский. А Соединенные Штаты Америки, у которых долг составляет, там, 120-130% от ВВП, общий размер 30 триллионов долларов, на 1%, если повысится стоимость кредита в США, чтобы сдержать инфляцию, правительству нужно будет, ребят, ну, вы задумайтесь только над этой цифрой, 1% от 30 триллионов, это сколько? Увеличение стоимости обслуживания долга. И в такой ситуации, то есть, что хочется сказать про доллар, да, там, возвращаясь к тому, что делать, стоит покупать или не стоит покупать, давайте просто посмотрим на факторы, которые влияют сейчас, за счет чего растет. Растет за то же, за счет того, что изначально, то есть, первым импульсом, ростом возникло то, что иностранцы хотели продать, сейчас иностранцам запретили продавать. То есть, иностранцы продавали российские активы, акции, облигации получали, российские активы торгуются в рублях, получали рубли, рубли конвертировали в доллары. Но, на самом деле, они, ну, там, по большому счету не успели этого сделать, то есть, это был первый скачок, быстро покосили эту волну. А основная такая резкая риторика, связанная с такими беспрецедентными мерами, отключение от SWIFT, блокировка банков, заморозка золотовалютных резервов Центрального банка, чтобы он не мог оказывать влияние на доллар. Вот, ребят, да Центробанк может, на самом деле, оказать влияние на доллар не только путем продажи золотовалютных резервов, если что. Он может повысить процентную ставку, и он показывал, как это сработало в 2014 году, когда начался ажиотаж на доллары. Он может уменьшить объемы резервирования, которые необходимы банкам. В конце концов, то, что сделали сейчас, то есть, фактически, по такого рода спекуляциям, Центральный банк нанес двойной удар в настоящий момент. Он повысил процентную ставку до 20, то есть, сейчас и облигации улетят в доходность 20, сейчас банки будут предлагать годовые, полугодовые депозиты с доходностью 23-25%. То есть, нанесен двойной удар. С одной стороны, ты делаешь привлекательными рубль, потому что ты по рублю получаешь доходность. Ну, то есть, вот, я там, не знаю, человек, который не успел, да, ни Максима Петрова не слушал, что в долларах надо находиться, да, или, наоборот, хейтил Максима, который говорил, что в долларах нужно находиться и покупал там на всю котлету, не знаю, американские акции. Может, просто депозиты были, то есть, вот, у меня есть сейчас деньги, я их хочу сохранить. Прибегаешь, так, сколько у нас курс доллара? Ага, курс доллара, там, курс ЦБ, привязанный к рынку, 100, вчера было там 110, сегодня 94 рубля. Хорошо, там, ну, пускай обычно там спред бывает где-то 50 копеек, рубль максимум. То есть, если курс ЦБ 94, сейчас пойду в обменнике, куплю по 95-50. Приходит в обменник, курс 110. Я такой, что? А если продать? А если продать 72. Что? То есть, банки раздвинули спреды между покупкой и продажей валюты, потому что очень высокая неопределенность. Спреды между ценой и продажей банки на себя риски валютные не возьмут. В пределах этого спреда малая вероятность, что попадешь. В воскресенье смотрел в приложении Тинькова. Тиньков при... на рынке даже не Форекс, там, а... Индикативная цена рубль-доллар была там в районе 110. Тиньков продавал доллары по 165, а покупал по 70. Вы представляете, какой спред? И сейчас, на самом деле, это сохраняется. То есть, вам в любом случае не дадут на этом заработать, потому что валютный рынок объема ограничен на торговле. Вот. А через обменный пункт вы просто элементарно на этом не заработаете. Потому что вы заплатите этот спред. То есть, хорошо, там, купите, там, пускай не по 96, купите, там, по 100. А продать сможете даже, если доллар вырастет до 100. Банк в этом случае будет продавать по 110, а покупать по 90. То есть, вам не дадут заработать на этом. Давайте еще раз все-таки к балансу спроса и предложения. То есть, еще раз, цену доллара не определяют фундаментальные факторы. Цену доллара определяют баланс спроса и предложения. В настоящий момент, кто интересуется, с чьей стороны спрос на доллары, спрос в настоящий момент, если отключить все эмоции, иностранцы купить не могут. Рублей взять неоткуда. То есть, рубли можно было взять только от продажи российских активов, а продать в России им не разрешают. Потому что сами дураки заплакировали золотовалютные резервы Центрального банка России. Кто еще может покупать доллары? Банки, ну, банкам это не нужно. Банкам проще заработать сейчас, этим, хомякам продавать. Нужно быть впереди толпы, да, нужно быть сильными руками. То есть, мне было больно очень и некомфортно с 2015 года, как попка-дурак, да, повторять, ребят, доллары, доллары, доллары. Рынок иррационален, рынок дорог, да, то есть рынок может еще куда упасть. В принципе, находитесь в кэше. Потому что, опять-таки, я проходил 2008 год, и я знаю, что такое падение активов. Когда у тебя маржин-колы, когда ты и облигации продаешь, когда ты и золото продаешь, и, казалось бы, сильные активы с отрицательной корреляцией, относящейся к акциям, падает, все. Поэтому кэш будет спасение в такой ситуации. И поэтому нужно идти наоборот. То есть, что делают слабые руки в настоящий момент, что делает абсолютно толпа. То есть, цену, на самом деле, толкает толпа. Потому что банки, несмотря на то, что они даже такие спреды поставили, вот такие спреды поставили, ну, то есть, 20% спред, а толпа все равно покупает. У нее запрос на доллар. И по 120 покупает. И по 125 покупает, да. Такой объем не могут удовлетворить на рынке. Проблемы с брокерами еще определенными, да. Боятся через брокеров покупать, потому что много брокеров, которые относятся к холдинговым группам, которые под санкции попали. И получается, толпа идет в обменники, и ей плевать. Мозг рептилии, мозг ликопитающего шараша, да, да плевать. Пускай по 120, он завтра 300 будет, если так и дальше дела пойдут. И поэтому получается, что банки вынуждены на Форексе, да, непосредственно это покупать. Ну, то есть, Центробанк каким-то образом это помогает. Поэтому, если говорить о том, что и кто влияет на спрос, на спрос влияет толпа. Лунные деньги сейчас не покупают. Доллары, наоборот, продают. Теперь, что у нас происходит с предложением доллара, да. Ну, во-первых, Центральный банк предлагает банкам доллары, да. Раздвинул диапазон, признал то, что оценивать активы, которые есть у банки, и достаточность капитала по тем показателям, которые были до начала военных действий на Украине. Предоставлять будет непосредственно репо, предоставлять будет долларовую ликвидность, которая есть. То есть, ограничат иностранцам продавать российские активы, чтобы они покупали доллары. И мало того, 80% валютной выручки, которая имеется у экспортеров, они будут обязаны продавать на валютном рынке. И поверьте мне, это не те объемы, которые сейчас есть на покупку. А они, наоборот, с удовольствием сейчас доллары продадут там по 100-110 на рынке. Вопрос, кто продает и кому продает. И когда мы смотрим сейчас на доллар с позиции балансов спроса и предложения, меры, которые принял центральный банк для того, чтобы давить на доллар, ну, то есть, чтобы увеличивать его предложение и сокращать покупку, очень сильные и очень мощные. Поэтому мы возвращаемся к тому, что доллар, соответственно, ну, на мой взгляд, что сейчас имеет альтернативу. Смотрите, вы же можете при прочих равных условиях, что такое процентная ставка ЦБ 20%, процентная ставка в 20% это то, что, там, пятилетние облигации российские могут вам нести доходность 20% к погашению. 20% к погашению. О чем это говорит? Ставка по мере стабилизации ситуации, ставка все равно будет опущена. То есть, если у вас есть миллион рублей, вы можете его вложить в облигации федерального займа. И какие вы бенефиты в этом случае, ну, я перешел к ОФЗшкам, да, сейчас. Какие вы бенефиты в этом случае получаете? Вы получаете постоянный купонный доход в 20% на вложенные деньги. Купонный доход, есть такое понятие, накопленный купонный доход. Потому что, если вы будете вкладывать деньги на депозиты в банке, то в банке вы получите эту доходность только тогда, когда закончится срок депозита. В банке, помни историю 2014 года, если будут предлагать привлекательные процентные ставки, поверьте мне, это не будет больше, чем на год. Когда же вы покупаете ОФЗ, вы такую доходность можете для себя зафиксировать лет на 5-7. Третий момент, когда вы покупаете облигацию федерального займа, и если центральный банк в дальнейшем будет снижать процентную ставку, то ваши облигации растут в цене. То есть, ваш миллион, который вы вложили, он сам по себе вырастет. Не за счет купонов, которые вы получаете, процентов, а само тело проинвестированных денег, оно вырастет. Этого на банковском депозите не получите. И четвертый момент, ОФЗ предлагает вам сверхвысокую ликвидность. Да, там есть спреды между ценой покупки и продажи, но, во-первых, они невысокие в облигациях. Во-вторых, ключевое преимущество, особенно в текущий момент, есть такое понятие, как накопленный купонный доход. То есть, если вы размещаете депозит на определенный срок и получите этот доход только по окончании срока, а если вам раньше понадобилось забрать денежные средства, в акции, например, переложиться, вам покажут фигушку, 0,1%. В облигациях у вас есть накопленный купонный доход, и поэтому у вас, по сути, будет ставка до вас требована. И тогда у меня возникает вопрос, да, есть люди, которые бегут и покупают баксы, там, по 110, по 120, пускай даже по 97. В надежде, что получить. То есть, ты понимаешь, что в следующей, там, пока не уляжется ситуация, или пока не разблокируют золотовалютные резервы, ты, в принципе, понимаешь и осознаешь, что ты будешь стоять со своими баксами против всех экспортеров в России, которые 80% своих баксов, которые они получают за продажу товаров и услуг на международном рынке, будут лить в рынок. Ты понимаешь, что у тебя должно быть количество покупателей, чтобы хотя бы двинуть бакс еще на 20% вверх, чтобы получить сопоставимую доходность по облигации? Это какой должен быть объем покупателей, чтобы вся выручка, которая будет продана российскими экспортерами, она же будет давиться на доллар? То есть, это какой спрос должен быть снизу, чтобы это произошло? Но неокортекс же молчит. Там же шрептилия карабкается из ямы. Она же эту обезьяну, которая говорит, ребят, да что вы лезете наверх, давайте подумаем. Может, нам нужно как-то попроще здесь подняться? Может, тут можно что-то захватиться? Может, вы меня подбросите в конце концов? Я вам веревку скину, вытащу? Да иди ты, нам вылезти надо. Попробуйте включиться немного вот этого неокортекса. То есть, посчитайте элементарно деньги. То есть, то ли будет, то ли нет 20%. Но когда мы говорим про явные банды, вы же для себя эту доходность фиксируете на 5 лет с доходностью 20% плюс падение доходности облигации это еще порядка 20-30%. То есть, фактически, вы можете за 5 лет удвоить капитал в рублях. Миллион превратится в 3. С учетом накопленных купонов в полтора триллиона и еще полмиллиона, ну, я с миллиона считаю, и еще полмиллиона это падение доходности облигаций. Вы сами верите в то, что бакс, при вот таких вот ограничениях, которые есть, через 5 лет будет стоить не 96 рублей, а 96 умножить на 3, 288 рублей. Приземлил. Обезьянка сработала на рептилию и млекопитающую на вашу собственную. И мы еще будем, ребят, про это говорить. Опять-таки, я говорю, я не прощаюсь. Просто приходится сейчас с клиентами, в том числе, общаться с клиентами в клубе, с платиновыми участниками. Мне приходится общаться в нашем чате, да, давать периодические комментарии. Я думаю, что, может быть, в пятницу мы продолжим разговор. Я не заканчиваю, я говорю просто пока, что я вам показал про доллары расклад. Давайте поговорим про недвижимость, да, то есть что делать с недвижимостью. Опять, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Сейчас, естественно, будет краткосрочный спец. Так происходило и в 98-м, и в 2008-м году. Обезьяну никто слушать не будет. Опять будет мозг рептилия млекопитающего. Люди послушали, сказали, да, наверное, Максим Крафт в баксах делать нечего, ловить ничего не стоит. Ну, конечно же, там высокий курс доллара может оставаться, инфляция будет высокая, сейчас будет полная жопа, куплю я недвижимость, да, и пусть она непосредственно растет. Сейчас, во-первых, нужно понимать, что все продавцы будут переставлять переписывать ценники. Люди, которые не смогут обуздать своих рептилий млекопитающих мозгом, они будут покупать. Они будут покупать, они будут тарить. Может, просто будут рубли вкладывать. Кто-то ипотеку будет оформлять, кто-то сумасшедший будет оформлять ипотеку по 20%. Там льготную еще, вроде как обещают, оставить, да. Ну, то есть ценники будут переписаны, недвижимость подрастет, но краткосрочно, да. Почему? Потому что попробуй сейчас рептилий объяснить, что нужно покупать акции, которые упали в цене на 90%, оно просто отмахнется от тебя и скажет, ты что, вообще кухнутый, что ли? Оно еще может на 90% упасть. Я все, я в эти игры не играю. Доллар я понимаю, да, доллар, блин, дорого стоит. Не буду я доллар покупать. Недвижка, у вас с недвижкой ничего не будет. И это опять, вы должны понимать, что это целая толпа, это не вы один такой умный, да. То есть это все будут таким образом реагировать, абсолютное большинство людей. Это слабые руки. Это слабые руки будут таким образом реагировать. То есть они придут сейчас, посмотрят на цены обменников, скажут, ребят, банки идите в жопе, кормить не буду, недвижку куплю, буду сдавать ее в аренду, будет все нормально. И все, вот представляете, все поголовно, да, вот таким, такие для себя решения приняли. На рынок я не иду, доллар дорого, недвижимость, вот оно понятно, оно стабильно, оно будет непосредственно расти. Высосится, как вакуум, да, то есть все предложения, какие есть, высосится. Опять же, продавцы, они тоже не дураки, да, они понимают, они же находятся точно в такой же ситуации. Они сидят и чешут репу, да, то есть, так, у меня есть недвижимость, инвестиционная, я могу ее продать. Продать только за рубли, да, за доллары продать. Ну, можно, в принципе, как вариант предложить за доллары. Но не по курсу 110, да, а предложить по курсу, там, 90. И получается, что в долларах, ну, то есть в УЕ обозначат, а в рублях цены на недвижимость вырасят, там, на 20-30%. И тут покупатель уже начнет думать. Ну, то есть, кто-то хапанет, да, то есть, когда жора рыбы идет, кто-то схватит эту цену и будет непосредственно покупать. Кто-то продаст. Но вообще дисбаланс спроса и предложений будет такой, что спроса будет больше, чем желающих продать, потому что те, кто продает, у них возникает другой вопрос. Пусть я получу доллары или пусть я даже получу рубли. Но, блин, что я с этим делать буду? Ну, у меня же тогда все эти риски сохраняются. Будь то доллар, будь то рубль, это инфляционные риски. Куда? На депозит эти деньги положить? Доллары же на депозите разместить. Да ну, подождем более спокойных времен, или я там продам значительно дороже, чем это стоит. И получается резкий скачок, и потом начинается вот это вот плато, да. То есть покупатели уже просто чешут репу, а нахрена мне это надо? Я-то думал, что я куплю и заработаю, а все уже в цене. А продавцы будут видеть, что были покупатели, которые готовы были купить по нормальной цене, что-то не произошло, что-то их не устроило, ипотеку не согласовали, да. Ну, то есть просто звонили, просто приходили, и чуть ли не заключить контракт. Они решили переписать цену и отменили сделку, потому что хотят завтра продать по более высокой цене. И в этом случае, получается, сначала спрос превышает предложение, цена вскакивает очень быстро, ну, как относительно быстро, не так, как рубли и доллар, или на акции, да. И она зависает, ну, то есть на оплату вышло, продавцы будут хотеть продать дорого, покупатели, у него нет покупательского спроса, чтобы такую цену заплатить. Он хотел бы, может быть, компенсировать этот, покупая отсутствующий потребительский спрос, да, вот эту платежеспособность, он хотел бы компенсировать кредитными деньгами, а кредиты дорого стоят. Ну, то есть даже если повысить до 10%, ипотека все равно останется там в районе 15%. Спрос начинает спадать, а покупатели, они не позволяют себе опустить цену, потому что, ну, блин, у меня вчера очередь была из 10 человек, которые хотели купить это все. Поэтому я цену опускать не буду, найдется свой покупатель. В Краснодаре кубаноиды, вот их много таких. Ребят, без обид, у меня просто там такая любовь после года жизни в Краснодаре, я верю, что меня слушают адекватные люди. И что мы в этом случае наблюдаем, да, то есть каким образом это можно использовать? Опять же, я говорю, что можно прямо сейчас не жадничать, то есть можно выставить там от тех текущих цен, сделать корректировку там в пределах, может быть, от 10% к цене и еще плюс 10%. То есть вот если вы понимали, что вчера условно вы квартиру могли продать там за 10 миллионов, да, выставляйте цену 11.512 и продавайте. Потому что неизбежно все закончится тем, что цены для покупательского спроса будут чрезмерно высокие, вот этот вот импульс, который непосредственно произойдет. Рост, плато, схлопывание, да, то есть потому что в конечном счете, да, начнется падение цен и человек, который не продал, какой он окажется ситуацией, он будет, во-первых, он будет гнобить себя, что он не продал дорого, во-вторых, к тому времени доходность по депозитам уже снизится, то есть что он будет получать в этом случае. Например, с той же квартиры за 10 миллионов, да, он за 12 ее не продал, когда был ажиотаж, когда люди хотели купить, и он считает, что его квартира по-прежнему стоит 12 миллионов. Спрос падает, желающих купить по 12 миллионов нет, он цен не опускает. И это, знаете, это вот эта вот история, связанная с отрицанием, с принятием, да, то есть когда происходит какое-то определенное событие, потом он начинает снижать цену, ну, чтобы найти все-таки продавца, потому что он понимает, что если бы он продал ее за 12 миллионов и вложился бы в ОФЗ или на депозит по 20%, то эти 12 миллионов ему за год принесли бы, сколько там, 2 миллиона 400, а за 5 лет принесли бы еще 10 миллионов, еще столько же. И начинается самобичевание некое такое, а доходности уже по банковскому депозиту такой нет. И здесь начинается вот этот вот эмоциональный накал, да, и человек падает, 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 и опять нужно понимать, что мы рассматриваем не в контексте одного человека, а мы рассматриваем это в контексте рынка. То есть ты не можешь недвижимость перевести. И абсолютное большинство людей, они будут себя вести именно по такому паттерну. То есть это не просто человек будет разочарован, один какой-то, который не продал недвижимость, когда был жор, а весь рынок недвижимости, все продавцы окажутся в такой ситуации, что они придерживали предложения, то есть они не удовлетворяли растущий спрос. Цена на недвижимость задернулась на такой уровень, что покупательского спроса уже по этим ценам просто нету. И вот это, соответственно, будет разворот, да. То есть рост, стагнация, падение. Это что касается недвижимости. Золото. Ну, знаете, мне на самом деле по золоту добавить нечего. Золото, это я всегда говорил, что наряду с кэшем должно быть активом. Как-то сильно оно особо сейчас в настоящий момент не отреагировало, но по мере роста какой-то геополитической напряженности золото может расти. Ну, то есть сейчас может быть какое-то давление со стороны Центрального банка России, который может часть именно золота валютных резервов продавать. Не буду там что-нибудь придумывать, ребят, по золоту, честно признаюсь, мне сейчас сказать нечего. Здесь для меня решение очень простое. 10% капитала должно быть золото как, ну, НЗ, то есть как некий стабилизирующий актив в инвестиционном портфеле. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok